В чем разница между круглыми и анатомическими имплантами? В форме, когда они находятся в горизонтальном положении. Вот круглый имплант, вот анатомический имплант. В вертикальном положении оба импланта имеют практически каплевидную форму. Однако у круглого импланта, то что используется по всем современным подходам, нет риска деформации молочной железы. Когда очень худые пациентки и практически нет собственных тканей, форма импланта может немножко влиять на форму груди. То есть анатомический имплант, который практически сопустошенный верхним полюсом, при установке под большую грудную мышцу, разная техника установки осложнений, сервома, все что угодно, имеет риск вращения. И если он вращается, он деформирует грудь, и визуально это неэстетично. То есть требуется вторичная повторная манопластика. При вращении круглого импланта у нас ничего не меняется, поскольку сверху большая грудная мышца сдавливает на верхний полюс, и всегда грудь имеет каплевидную естественную форму.